Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В 2015 году по городу Рязани сумма единого налога на вмененный доход для розничной торговли возросла в десятки раз. Многие считают решение поспешным и достаточно жестким для малого и среднего бизнеса. Об этом мы говорим с гостем студии, председателем Совета Рязанского регионального отделения общественной общероссийской организации «Деловая Россия» Владимиром Моторжиным. Как бы мы ни хотели, понятно, что базовая для экономики – это крупный бизнес, это большое количество народа, работающего на крупных предприятиях. Это важно. Но кроме этого есть еще и малый и средний бизнес, который тоже формирует особую среду. Часть налогов, в частности, вот этот налог, он формирует бюджет города. Поэтому на федеральном уровне были отданы определенные рычаги, чтобы сам город определялся. А сколько же брать налогов с предпринимательской деятельности в городе? И вот та ситуация, которая сегодня сложилась, она, на наш взгляд, немного поторопилась. Здесь поторопился горсовет, быстренько там отрегулировать побольше. Понятно, всем хочется больше денег. Горсовету тоже хочется больше денег, чтобы там город функционировал. Это понятно. Но сейчас экономическая среда такая вообще в целом в стране, что как бы менять налоги вот именно сегодня, особенно в сторону увеличения, наверное, не стоит. И поэтому наша общественная организация считает, что, ну, немножко поторопились, немножко рано это сделали. Речь идет о том, что поменяли коэффициент К2, который существенно влияет на ставку налогообложения в основном торгового бизнеса. Нам бы хотелось вернуться к начислениям 2014 года, оставить хотя бы на том уровне. Тем более, что сегодня и вся российская власть во главе с президентом и правительством считают ровно так же. Сегодня нельзя увеличивать налоги на бизнес. Но тем не менее это и есть. Что спровоцировало эту ситуацию, как вы считаете? Какие предпосылки были? Ну, я не знаю, какие предпосылки. Наверное, желание больше доход в город иметь. Наверное, такое желание. Но из-за того, что механизм согласования вот этих вот изменений всех, связанных именно с бизнесом, у нас не отрегулирован с городом. К сожалению, не было механизма, по которому бы общественные организации могли бы где-то собраться и обсудить с теми же депутатами какие-то возможности изменения. То есть вот этого не было соблюдено. А оно для того, чтобы жизнь была в городе правильная, логичная, наверное, нужно вводить. И вот это вот первый прецедент, по которому резко изменяются налоги на бизнес. Какая-то реакция уже есть сейчас от тех, кого это коснется в первую очередь? Очень много обращений. И мало этого, вот в пятницу вместе с общественным амбуссменом запущен механизм, чтобы общественная организация «Деловая Россия» не была голословна, запустили подписные листы. Кому из бизнесменов это касается и кто поддерживает мнение «Деловая Россия», что сегодня не надо изменять налоги. И таких людей, я так понимаю, достаточно. И таких людей сотни, кого это коснулось. На наш взгляд это все-таки важно. Что Вы предлагаете? Самое главное – это предложения какие-то альтернативные. Ну, наше предложение – это сегодня. Он налог будет начисляться в апреле. Но он сегодня уже будет начисляться за первый квартал. Дело в том, что на прошлой неделе собирался Народный фронт, где были представители от исполнительной власти города, депутаты были. И там прозвучало, что да, мы вот, может быть, и поторопились, может быть, и не согласовали. Но давайте посмотрим, что у нас будет за первый квартал. А после драки будем махать кулаками. Начислим налог, а там посмотрим, может быть, и вернемся. Но мы считаем, что за этот квартал и так, ну, как бы, оборот экономический замедлился немного. И многие бизнесмены могут не дожить, если этот налог вот с этой коррекцией, которая введена с 1 января, фактически увеличилось в 8, там вот был предприниматель на пресс-конференции в пятницу, которому в 29 раз увеличился налог вот этой категории. Зачем это делать? И она говорит, вот вы посмотрите, у нас работают больше 20 человек. Я вынужден буду закрыть этот бизнес. Да, у нее там 3 магазина, она там работает с детскими, ну, там, с игрушками, с детскими товарами. И чего хорошего будет? Не будет этих магазинов. А там свыше 20 человек пойдет искать новую работу. Не надо делать сегодня резких движений. Давайте лучше сформулируем какую-то согласительную комиссию, сядем за стол переговоров и еще раз посмотрим. А чтобы эти налоги сегодня не начислялись, у нас такое предложение, чтобы Горсовет отменил свое решение от ноября прошлого года о введении, об изменении этого налога с 1 января. Наверное, это будет правильно. А как вы думаете, они могут пойти на это? Не пойдут, тогда будут последствия какие-то, связанные с разорением бизнеса. Мы столкнулись с тем, что предприниматели, это же очень активный слой населения, они начинают искать какие-то пути, выходы, изменять территорию. Мы когда обсуждали на пресс-конференции это дело с предпринимателями, то выпал такой вопрос. У нас до сих пор в Рязанской области не решен вопрос с омбудсменом по бизнесу. На самом деле существует омбудсмен у президента как помощник по бизнесу, и существует эта сеть в каждом субъекте федерации, свой омбудсмен, под это выделены средства, чтобы он мог функционировать и поддерживать реальный бизнес. У нас это нереализовано. У нас есть назначенный федеральным омбудсменом народный представитель от федерального омбудсмена, общественный представитель, и есть омбудсмен, отдельно работающий, который назначен губернатором Рязанской области. Насколько я понимаю, между ними нет понимания и связи, они занимаются разными вещами. Соответственно, ни один из этих двух омбудсменов не обладает законодательной властью, потому что в федеральном законе прописывается, что это должно быть общее решение и местной власти, субъекта федерации, и федерального омбудсмена. Пока этот вопрос не решен, почему я об этом так говорю? Потому что омбудсмен, правомерно назначенный в регионе, он бы мог на сегодня, допустим, остановить этот законодательный акт. Тогда бы не пришлось обращаться к депутатскому корпусу «Отмените, пожалуйста, то, что вы приняли, поторопились, мы считаем». Он бы просто остановил эти начисления, и они шли бы, исходя из расчетов 2014 года, так же и продолжались бы. И сформировал бы эту согласительную комиссию при себе, и было бы найдено какое-то решение. Вот этот механизм у нас в области, к сожалению, отсутствует. Тем самым, вот приводя к таким, ну, нехорошим ситуациям. Ну, понятно, что те, кто уже на рынке, они как-то привыкли бороться, находить какие-то пути и выходы. Если коэффициент все-таки останется таким высоким, есть ли шанс у новых предпринимателей, которые только будут строить свой малый и средний бизнес? Не, но новые предприниматели, они сразу попадают в эти завышенные... Это очень жестко, будем говорить прямо. Конечно, это очень жестко. Не первый контрудар, в конце прошлого года еще один налог был введен уже субъектом федерации в сторону увеличения, связанные тоже с начислением на собственность. И в этом налоге, ну, в том налоге, получилось так, что те торговые представители крупного бизнеса, как то метра, ну, другие крупные, они выигрывали, а те, которые местные, небольшие предприниматели, они проигрывали, они увеличивали. Ну, в целом тот налог тоже увеличивал давление. То есть вот идет одно за другим, как бы не создавая лучшие инвестиционные среды, лучшие среды для предпринимательства. Это все-таки важно. Нельзя этого делать сегодня. И это, ну, как бы убеждение президента, и мы всячески это поддерживаем. Это надо блюсти и на уровне муниципалитета в Рязани. Я надеюсь, что определенные люди услышали нашу с вами беседу. Не знаю, поможет ли она кому-то, будем на это надеяться. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире.